Бизнес, экономика, история, культура. Через призму более 15 лет жизни в Поднебесной. Китай с Евгением Колесовым. Сближение России и Китая происходит не только в экономике, культуре, но и в бизнесе. За последние пару месяцев мы получили такое количество запросов на маркетинговые исследования. Наши хотят экспортировать в Китай. Кто мед, кто масло, кто даже семечки. Есть оборудование, какие-то запчасти. Сегодня мы будем говорить о еде. Мы нашли один из обычных продовольственных супермаркетов. И сегодня мы про него пройдемся. И вы узнаете пару секретов, оперативных секретов, консультантов, которые работают по поставкам из России в Китай. Пойдемте посмотрим. Мы идем на минус второй этаж супермаркета. Там продовольствие. Мы с вами ведем практически скрытую съемку, потому что в китайских супермаркетах снимать запрещено. Здесь много охранников. Я думаю, что мы их увидим. Не хотелось бы раньше времени, чтобы вы узнали, что к чему. Вот сейчас мы заходим в супермаркет. Мы с вами пришли в отдел растительного масла. Предыстория. Месяц назад один клиент, крупнейший производитель растительного масла в России, прислал на четырех страницах техническое задание к маркетинговому исследованию. Нужно было проработать весь рынок масла, узнать всех игроков. Вот на этой полке в типичном магазине стоит порядка 50 марок масла. Значит, вот то, что я здесь вижу, то, что видно, это здесь и китайские, и вот чуть дальше иностранные. Что самое сложное было? На этой четыре страницы исследования давалось всего неделя. Представляете, одна неделя. Мы говорим, этого мало. Они говорят, вы же эксперты. Мы эксперты, но мы не волшебники. Одна из ключевых проблем российских бизнесменов, я имею в виду и даже крупного бизнеса, то, что на проведение, казалось бы, хороших, правильных шагов, они выделяют крайне, катастрофически мало времени. Так не бывает. Здесь волшебников-то нет. Вот этот сок на себя обращает чем внимание? Персиковый. Китайцы не любят персики и абрикосы. Равно так, как они не любили раньше вот эти вот вафли. Основанная марка в Европе в 1155 году. Два месяца назад производитель этой марки, Данко, устроил грандиознейшую рекламу. Телевидение, радио, газеты, общественный транспорт. Бешеные деньги на это инвестировали. И сейчас в каждом супермаркете, а мы находимся с вами в центре Гуанчжоу, есть эти вафли. Их приучили китайцев кушать со сгущенкой, с вареной сгущенкой, джем, повидло. Все, что хотите. В общем-то, это вошло внезапно, как товар в жизнь китайцев. Как это происходит? Почему одни товары продвигаются, другие нет? Мы купили этот сок, потому что он из Армении. Да, китайцы не будут. Производитель Хуи Юань, который хотел окупить Кока-Кола, производитель соков, не продался американской корпорации. Но и они не делают соки персиковые. Они делают яблоко и как максимум апельсин. На себя в любом магазине это обращает внимание. Персик. Посмотрите, как красиво сделано. На белом фоне, бледно-желтым, написано 0,85. Вы думаете, это литровая? Нет, 850 грамм. Стоит такая бутылка 88 юаней. А теперь самый главный, гвоздь программы. Мы переворачиваем и смотрим, кто является дистрибьютором этой марки соков из Армении. Здесь телефон Гуанчжоу. Поэтому мы сейчас, чтобы не нагнетать здесь ажиотажа, мы с вами выйдем, где-нибудь устроимся хорошенечко. И позвоним в эту компанию и узнаем, а сколько же оптовая цена этого сока. Пойдемте. Звонок идет. Здравствуйте. Я спросил, мы в Тенхэчэн Туймээр, мы в Гуанбайбайхо, мы в Армении. Я спросил, сколько пифа-джа? Пифа-джа? А? Пифа-джа. Ты слышал? Я слышал. Груцарма. Я спросил, сколько пифа? Груцарма. Груцарма. Гударма. Что пять пифа? Аминьари哒а. А? 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 38 или 28. 28, 38,是不是? Да. 38, это что? Винку, хаво, 16. А, 16, да. Игинтал, сколько? 28. 28. Окей, что это количество? сколько? Это сколько? 1-ща, 1-ща. 1-ща, сколько? 12-ща. 12-ща, сколько? 12-ща, сколько? 12-ща, сколько? 13-ща, 13-ща. 14-ща, 14-ща. Вот, какой смысл, значит, нашего сюжета сегодня? Если вы занимаетесь изучением вопроса экспорта в Китай, не надо выдумывать наверняка каких-то мега сложных конструкций, как это делают крупнейшие производители, например, по маслу, о котором мы вам говорили. Это может быть поучиться как с доктором. Знаете, когда к доктору приходит и он вам говорит, что вы полностью здоровы, значит, ему на следующий день, может быть, нечего будет кушать. Поэтому витаминки или еще что-нибудь он вам должен будет выписать. Поэтому и маркетологи, возможно, усложняют задачу. Нет, посмотрели, значит, приехали даже, может быть, сами, посмотрели импортные продукты. Вот здесь все написано по-английски, видите, Product of Armenia, все понятно. Выписали несколько компаний, может быть, где-то даже в некоторых говорят там на русском языке. Это возможно. Связались с ними, предложили хорошую спецификацию, все четко написали, дали цену ФОП, откуда, куда, чего, сколько, чтобы вопросов было минимум. И, в общем-то, вот так вот и надо завязывать отношения. Не всегда требуются миллионы долларов для рекламы, потому что рекламой занимаются, в общем-то, в том числе и вот эти вот дистрибьюторы, у которых прекрасные связи в сетях. Поэтому не надо бояться, не надо усложнять, не надо думать, что Китай – это космос и не надо слушать тех, кто говорит, что в Китае что-то мега сложно. Так же, как везде. В общем-то, вот такой незамысловатый, можно даже сказать простой сюжет мы хотели вам сегодня показать. Не бойтесь Китая, развивайте экспорт из России в Китай, будьте оптимистами, смотрите нас на YouTube, ВКонтакте, пишите комментарии, ставьте лайки, присылайте ваши темы. По возможности будем снимать и отвечать на вопросы. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok